Всем привет! Собственно, решил поделиться, что у меня установлено. На самом деле, мало вижу видеороликов, где народ делится, что он поставил. Потому что многим интересно, в принципе, кто-то за основой себе какие-то вещи берёт и делает. Ну, поехали! Что у меня из такого? Доп-свет поставлен, соответственно, ну, я его сверил здесь и здесь. Поставил такую балку, китайская балка. Светит средненько, но в совокупности с двумя фарами ТВ-групп, конечно, они прям светят классно. Вот, в чём прикол, значит, как я их ставил. Взял, соответственно, металлическую хрень. Согнул, покрасил. Но есть минус такой, что вот трясётся. На фарах это никак в ходе движения не отражается, но надо будет просто сделать, соответственно, косынку. Что у меня дальше стоит? У меня стоят вот такие фары. Покупал я их на Авито. У человека, который ими торгует. В принципе, это Газильевские фары. Но самая основная фишка, это вот это крепление, которое под штатную фару подходит. Значит, с чем столкнулся? То есть, если можете заметить, видите, какое расстояние фактически. То есть, вот это. То есть, мне пришлось подкладывать там гайки такие. Набрал, насобирал свои говнотеки. И, соответственно, поставил и направил. Дальше, что у меня из таких вещей стоит? На руле. Заказывал на Али вот такую хрень. Во-первых, розетка на 12 вольт. Плюс она у меня запитана напрямую сразу к аккумулятору. Заряжаешь, соответственно, и USB. Слушайте, вещь удобная. На самом деле, много раз я и практиковался. Ну, это стандартная штука. Подогрев ручек, про нее ничего не буду говорить. Пошли дальше. Свет у меня стоит здесь. Свет я запитывал, значит, отдельно от ВГрупп на кнопку. А, соответственно, балку я запитывал на дальний свет. На дальний свет лучше много не ставить. Потому что проблема в том, что у дальнего света там есть фишка. Она, когда слишком большая нагрузка, начинает перегорать. Поэтому, в принципе, так в целом не всегда это хорошо. Дальше, что? Дальше, что стоит? У меня связка CVTEC-CVTEC. Это, в принципе, на моих прошлых видео вы могли видеть. Соответственно, стоков вариаторов пробовал. CVTEC-ный вариатор пробовал. Вот сейчас как раз катаю на нем в этот сезон. Прям, ну, честно говоря, разница существенная. Прям подрыв хороший очень идет. Мне прям очень нравится. Колеса стоят у меня ZILA. ZILA стоит у меня 11-я в размере. То есть не девятка. А именно 11-я. Все одевается на штатный диск. То есть без проблем. То есть вот моя рука. Рука у меня не маленькая. Вот такая, то есть резя. То есть, в принципе, о чем пиколок? Комфорт, проходимость. Если для туризма берем. Если на спорта, наверное, что-то может другое. Будете убирать себе. Дальше что? Валялся у меня, соответственно, старый инструмент. Ящик из-под домкрата. Например, в чем прикол? Я его сделал на быстросъемы. Помещается у меня вот сюда вот столько всякой фигней. Гейт с ремень вожу чисто просто для... Ну, мало ли, порвется мой. Помещается сюда вот стойка. В принципе, это не ланчбокс. Но сделан мне на быстросъемы на линке. Значит, защелкивается он у меня вот так. Вот так. На Алиэкспрессе также заказал вот такую хрень. Вот так это все дело тоже защелкивается и ничего не открывается. Ну, в принципе, из таких вещей, наверное, больше из допов-то у меня больше... А, пойдем дальше. Соответственно, Варнамский пульт. Навигатор Garmin Montero. Мне очень прям нравится на андроиде. Многие ее хают. А я ее не хаю. Мне она нравится. Дальше что? Запитывал я ее сюда. Блок управления располагается здесь. Сам пульт я запихал вот сюда. В идеале, в будущем, хочу поставить сюда, короче, какую-нибудь канистру. Или там... Годи хрень, чтобы более плавающий был. Соответственно, где тушитель. Соответственно, крепежа никакого не сделала. Я, по сути, знаешь, как вот так решил замутить его. Всегда с собой ввожу нож. Нож всегда в кармане, складной. Удобно, если что-то чпоньк. Вот. В целом, у меня есть такого навесного оборудования. Наверное, и все. Остальное все у меня фактически стоковое. Больше ничего я такого-то и не менял. Наверное, в краткости как-то так вот. То есть, из таких вещей. Бардачок стандартный. Соответственно, много всего туда напихано. Инструмент, вся фигня. Соответственно, здесь я еще, поскольку он не тек, я дополнительно-то про гидроизолилово. То есть, взял не стекольный герметик, а акварийный герметик. Прошелся. Соответственно, чтобы он был герметичный. Ну, наверное, все. В процессе будет еще такая тема. Хочу заменить, поставить сюда на дальний свет. Ой, на задний свет, чтобы светило, в принципе, когда сдаешь назад, и тоже на отдельную кнопку. Почему на отдельную, а не на орлешке? Потому что бывает, как вот сейчас, например, квадрик встал, а мне нужно подсветить какому-нибудь своему товарищу что-то, какую-то фигню. Я кнопку нажал тупо, и у меня светит. У меня квадрик не в зажигании находится. Наверное, из таких вот вещей все. Подседуха у меня, по сути, ничего тут такого-то и нет. Вот, ребята, смотрите, прикол. У меня вот эта вся хрень поотваливалась. Она там стоила тогда 700 рублей каждая такая фигня. А прикол в том, что они такие хвостики были, вставляющиеся в эти отверстия, и они со временем отваливались. Я такой думаю, блин, ну что-то как-то жаба душит. Голь на выдумку хитрая. Я взял, короче, опять же, аквариумный герметик. В эти отверстия забодяжил, и, соответственно, сделал такие штуки. Ну, смотрите, уже. Соответственно, сколько таких фигурек. Она, ну, соответственно, отбезья очень хорошая у нее, то есть вот держится. Ну, соответственно, сидуха не трет здесь. Частота, порядок, прям кайфово. Вот, примерно как-то так. Дальше что, вот с фольгой все проклеил здесь, потому что температура идет от выхлопной системы. Здесь все полностью тоже проклеено. У меня проклеено выход вариатора, который здесь тоже весь фольгой заклеенный. Наверное, в принципе-то больше таких вещей у меня. Ну, подогрев стекла стоит здесь тоже. Больше-то, наверное, все. Больше-то мне, как бы, для, так скажем, туристического назначения ничего не нужно. Если нужно, я снимаю этот кофр нафиг. Ставлю ГК-8 из 50. Я его тоже сделаю на быстросъемок. В принципе, вы можете посмотреть в моих предыдущих роликах, как я это все сделал. Достаточно быстро, удобно и крепится. То есть я, например, решил так просто на прокатку выехать. Я, соответственно, этот чемоданчик положил, пивасик туда закинул, и всякую такую фигню обязательно ремень. На всякий случай вдруг бахнет. Вот, но тем не менее, как-то вот так вот. Так что, парни, ну, может, кому-то было интересно узнать, что как. Я вообще за сторонник, чтобы другие ребята тоже делились, что как, потому что можно переманивать, неважно, какой квадрик, можно переманивать, то есть такую вещь, брать из-за основ, потому что они реально полезны. Вот, и каждый придумывает их по-своему. В целом, вот, я бы, наверное, поделился. А вы как думаете? То есть пишите в комментариях, вообще полезно ли делиться такими вещами друг с другом, которые могут быть удобны в поездках, как в спортивных поездках, так, в принципе, и в простых туристических. Все, спасибо, кто смотрел до конца. Ставьте лайки, ребята, не жадничайте, мне будет приятно. Пишите в комментариях свое мнение на любой счет. Колхоз, не колхоз, тоже приветствуется. Все, спасибо, ребята, будьте дружны. Нас мало, поэтому уважайте друг друга и, в принципе, берегите себя в целом. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok